Осман Бишкек-Сити теперь Манас-Сити предлагает построить депутат Бишкекского горского кинеша. Кабмин планирует выделить 500 миллионов сомов в год для помощи населению. Пропавшую в Бишкеке 17-летнюю Адинай Саналиеву нашли. Вся подробности в блоге, кстати, прямо сейчас. Комплекс Манас-Сити в Бишкеке на заседании постоянной комиссии Бишкекского горского кинеша по ЖКХ предложил построить депутат Казыбек Иргешов. Он напомнил, что мэр столицы Мельбек Абдекадыров заявил в одном из интервью, что запросил у правительства 300 гектаров земли. Это реально под строительство нового микрорайона, поинтересовался нардеп. Вы что, серьезно? Первый вице-мэр Мерлан Байгончоков ответил, что такое намерение у муниципалитета есть определить какое-то место, взять и начать выстраивать всю инфраструктуру, сказал он. Если получится, мы, фракция Интимаг, предлагаем назвать новый микрорайон Манас-Сити. Есть Москва-Сити, Ташкент-Сити, а у нас будет Манас-Сити, добавил чиновник. Ща у нас все будет. Напомним, власти страны ранее заявили о реализации амбициозного проекта «Город будущего Осман». В декабре 2021 года глава Кабмина утвердил реализацию проекта строительства международного делового центра Бишкек-Сити. Кабинет министров Кыргызстана выделит 500 миллионов сомов в год для поддержания уязвимых категорий населения. Министерство труда, социального обеспечения и миграции сообщает, что за чертой бедности сегодня проживает 1,6 миллиона граждан. Из них только 367 тысяч получают пособия. У юбилега КМЭК 23 тысячи человек вовлечены в оплачиваемые общественные работы и профессиональное обучение, а 15-2 тысячи трудоустроены службами занятости. Кабмина отмечает, что в рамках национальной программы развития до 2026 года планируется снизить уровень бедности с 25,3 до 20%. В Минтруда напомнили о социальном контракте проекта, реализуемом за счет средств ВВП ООН на территории Джунгалского района Нарынской области и Кадамжайского района Баткенской области, где уязвимым семьям выделяют 100 тысяч сомов безвозвездного в качестве стартового капитала для открытия, приносящий доход деятельности. Такие контракты заключили уже 100 семей. Чтобы получить 100 тысяч сомов от Кабмина, малоимущей семье нужно будет заключить социальный контракт. Обязательным условием получения помощи является выполнение заявителя мероприятий программы, направленной на развитие сельскохозяйственной или предпринимательской деятельности. Программа будет разрабатываться комиссией по социальным вопросам при исполнительных органах местного самоуправления совместно с заявителем и территориальными подразделениями министерства. Для реализации проекта потребуется изыскание 500 миллионов сомов в год. Профильные госорганы должны будут поработать над созданием системы социального контракта. Пропавшую в Бишкеке 17-летнюю Адзиная Саналиеву нашли. Об этом сообщили в УВД Ленинского района столицы. По ее данным, девушку нашли родители вместе с инспекторами по делам детей накануне. Для безопасности несовершеннолетние правоохранители провели разъяснительную профилактическую беседу с родителями. Выясняются все обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось, что пропавшая вышла из дома 16 мая примерно в 8.20 в районе жил массива Арча Бишик и не вернулась. На сегодня это все. Оставляйте свое мнение в комментариях. Это будет, как всегда, кстати.